Как не бояться начинать что-то новое? Заведите себе правило. Нужно сделать ремонт. Утром встаете и на самом видном месте или кафель отбиваете, или обоину срываете. Всё. Вот всё. Это простое действие. Потом, когда вы вернетесь с работы и увидите это ваше искусство, вам ничего не останется сделать, как это всё остальное снять и новое, красивое, достойное повесть. Почему через такие терни к звёздам нужно вымучивать в себя какое-то решение? Вы же должны точно понимать, но в босоножках по снегу не ходят. В плаще по зиме минус 15, ну так себе история. Значит, это буквальные вещи, которые вы понимаете, что это необходимость. Это называется потребность. Так вот, потребности все. Если человек начинает, даже может быть где-то внутри, у него присутствует сомнение, но спать нужно, кушать нужно, одетым быть нужно, хорошо выглядеть нужно, отдыхать нужно, там ещё что-то нужно, там свои нюансы у каждого есть. Так вот на это и нужно понимать, что у вас должно быть решение. Можно довести себя до состояния эффекта. Это туфельки инфузории, и там где-то между чьими-то ногами ползать, расчёте, что вот они мне там со своего барского стола что-то дадут. Но я не думаю, что кого-то такая модель устроит. Значит, вы должны понимать, вам нужно ром настолько, и если глазки не смотрят на те стены, или на то платье, или на ту машину, потому что она уже сыплется, потому что ей столько лет, значит, садитесь и принимайте решение. Пошла история, первый шаг сделали на встречу, да, будет немножко сопротивление, но если будет распаковываться, вы пойдёте, у вас будет расстаться, идите и делайте. Значит, вы уже на верном пути, получите ровно столько материальных ценностей, которые вам нужны, но при этом вырабатывается терпение, смирение, ответственность, потому что ответственность — это слово «ответ». Понимаете, вот получили ответ, вы готовы взять ответственность, всё, пошли, у вас будет новая машина, там, я не знаю, платье, человек, и что там ещё у нас есть, там, ремонт и всё прочее. Мы всегда с вами говорим о материальном мире. Хорошо, мы сейчас подумаем, напишу законы, по каким работают деньги, что-нибудь подумаем, потому что вот как-то грустно об одном и том же каждый раз, потому что до тех пор, пока не решены материальные проблемы, пока человек не понимает, как миропорядок работает, вот это вот, как это всё устроено, пока он не начнёт это применять, пока не начнёт менять своё мировоззрение, очень сложно, знаете, вот фрагментарно о чём-то говорить, потому что вот даже то понятие, что раньше был мистик, человек, который там чем-то занимался, тот же Кант, там, да, философ, мистик, вот это состояние ума, это когда его мысленный процесс был настолько структурирован, настолько внимательно простроен, и он точно знал, что он делает. Раньше был мистик, сейчас у нас это финансист, сейчас у нас это капиталист, сейчас у нас это предприниматель, но принцип не меняется. Название происходит новое, чтобы ввести нас всех с вами в заблуждение. Так вот, до тех пор, пока вы не позволите себе отвечать за собственную материальную жизнь с пониманием, что в вашей жизни происходит только то, что вы там творите, даже не осознавая, даже там как-то не понимая, но она всё равно будет течь, потому что вы из вчера сегодня, сегодня уже готовите завтра. И это поток времени, который вы просто продуцируете, программируете на то, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через 5 лет, через 10 лет. Это разрешительная база самого себя. Если вы не ходите в другую сторону, если вы не хотите что-то менять, если вы не хотите совершать другие поступки, если вы не хотите эволюционировать, вы будете скатываться вниз. Что такое скатываться вниз? Вы договоритесь сами с собой о том, что надо сэкономить, это не очень нужно. Реплики, это ж не зря были придуманы всевозможные. Китайские машины под хорошие какие-то марки, платья, шапки с какими-то значками узнаваемыми. Это только для того, чтобы человек не заморачивался. Он готов себя обмануть, ему дают вещь, которая стоит 10 тысяч, а эта стоит 500 рублей. Но в принципе совпадает. Вот это отучают от различия, качество, понимание, соответствие. И это весь наш пресловутый на сегодняшний день материальный мир. И мы в нём участвуем, не понимаем. Вот в этом и нужно разбираться. Спасибо.